Я хочу рассказать, передать вам, что это как-то произошло случайно. Это была внутренняя кинематика, которая показывала кино. И кино это начиналось с очень обыденных вещей. Что я, в общем-то, зашел в подъезд дома, где у меня была квартира на синемом этаже. Интересно, тоже. Я, значит, захожу в лифт, поднимаюсь на свой этаж. Но у меня квартира была справа, а я почему-то по коридору пошел налево. И вдруг вышел в пространство строящегося дома, который все настраивает, настраивает, работают люди. Я ничего не понял. Я же не живу в недостроенном доме, допустим. Я очень удивился. И потом я не вижу, как назад пойти. Я вижу какого-то руководителя, типа прораба, подхожу к нему, спрашиваю. Вот со мной такая история случилась. Куда же мне теперь идти, чтобы попасть опять к своему дому? Он мне показывает, куда идти. Говорит, ваш дом туда. Я иду, строящийся дом заканчивается. Там каркасные только вот эти столбы. А панели, которые закрывают пространство, нет. И уровень земли почему-то откуда-то. Это седьмой же этаж. А тут уровень земли прямо. Вот только шаг сделает, и уже на земле. Но я сделал шаг, не побоялся. Пошел, выхожу, я вижу впереди сияющий город. Весь из золота. Золотой город буквально. Я пошел к нему. Выхожу на улицу, вижу дома, дворцы. Такие дворцы. Они больше похожи на античные. Вот как в Питере есть вот такая архитектура. Но все из золота, все сияет. Улицы очень широкие. Но никого нет. Ни одного человека. Я немножко так продвинулся по ним. Туда пошел, сюда пошел. Думаю, нет, я сейчас заблужусь. Надо возвращаться. Пошел назад. Людей нет, никого нет. Ни одного человека не встретил. Только видел вот эти роскошные, изумительные по красоте и архитектуре дома. В общем, вышел опять на то же место, к дому. Но, что удивительно, я вышел к подъезду опять. Не как я через стену, про свое дело, вышел, а к подъезду. Вошел в него, опять лифт, поднимаясь. Там все как обычно. Пошел на право квартир. И вот так это знакомство с этим городом закончилось. Но это очень вкратце. Там были подробности кое-какие. Сейчас просто не к месту их рассказывать. И времени нет. Но вот такое событие случилось. Оно было очень интересным и очень обнадеживающим. Это и есть Новый Иерусалим. То есть мы своими помыслами создаем город и пространство жизни нашего будущего. Редактор субтитров А.Семкин